Привет, народ! Не обращайте внимания на прическу, я только что с улицы пришла, шапку сняла, волосы торчат. В общем, хотела с вами посоветоваться, точнее даже мне нужен ваш совет. Хочу, вот интересно, просто среди моих подписчиков, зрителей, есть ли рукодельники, рукодельницы, мастера, и были у вас вот похожие или такой же случаи, как я сейчас расскажу, и просто интересно ваше мнение, как бы вы поступили, или если уже был у вас схожий или такой же случай, как вы поступили в такой ситуации. Просто я вообще впервые с таким сталкиваюсь, и я вообще не знаю, что делать, как себя вести. В общем, по порядку. На, я думаю, что знаете, многие знают, есть сайт «Ярмарка мастеров» для рукодельников, там мастеров можно брать заказы и прочее, прочее. Там мне, я там зарегистрирована как мастер, и там мне написала одна девушка. Она занимается, делает, как это называется, вот такие украшения для волос, шпильки, какие-то заколки из меди, из дерева, с применением каких-то камней, бусин, чего-то такого. В общем, они у неё... Она их сама делает как-то там. Я уже не вдавалась в подробности. В общем, они у неё имеют такую вытянутую форму. Она мне написала, значит, заказала у меня бархатные мешочки. Ну, по размерам, то есть она дала мне свои размеры, которые ей нужны в итоге. Значит, сами мешочки что представляют? Были они, по-моему, из четырёх или из пяти разных цветов. Вот. Значит, мешочек выкроен на 5 мм больше по ширине. Не выкроен, а уже в готовом виде сшит, да, на 5 мм больше по ширине. И на 2, где-то с половиной сантиметра больше по высоте. Сверху идёт кулиска, в которую вставлен шнурок, который вот так вот с двух сторон затягиваешь, и он собирается. Она заказала около 300 штук. То есть вы понимаете масштабы. Значит, Потом, то есть она сказала, что пока она заказывает просто эти мешочки, возможно, что когда они будут готовы, вот перед заказом, перед забором заказа, да, она, возможно, дозакажет сделать на них логотип фирменный. Ну, как бы её личный. Вот. Либо это будет вышивка, либо это будет нанесено просто вручную краской. Там золотой, серебряный, это уже на её усмотрение. Вот. Ну, я могу признать, что моя, конечно, ошибка в данной ситуации, что я не взяла с неё предоплату. Но, поскольку этот заказ был сделан через сайт, то есть там не просто она мне написала привет, я вот такая-сякая, я делаю украшения, мне нужны мешочки. Она сделала заказ через сайт. Ну, кто работал с ярмаркой мастеров, знает, как это всё проводится. То есть там есть специальная кнопочка, написать мастеру, сделать заказ, тра-та-та. Вот. И таким образом она у меня заказала эти мешочки. Мы уже в личных комментариях обсуждали количество, размер, цвет и так далее. Конечно, я вот не подстраховалась, не взяла с неё хоть какой-то процент предоплаты. Но там на тот момент, когда я проводила этот заказ, там не было такой функции предоплаты. Вот. И, ну, то есть, я ей, причём мы с ней оговаривали всё, я ей сказала, что на тот момент я работала в другом месте. А не там, где сейчас, там вообще у меня было по 15 часов рабочих в сутки. Вот. И я ей сказала, что я могу делать работу только вечером, это 2-3 часа, и выходные. Вот. И какие-то вот дни, когда у меня больше времени, то есть мы оговаривали сроки, что я сказала, что это не сразу будет, не за пару дней. То есть это минимум 2-3 недели на эту работу уйдёт. Значит, учитывая, что я могла работать только вечерами, соответственно, пока я раскроила. А вы понимаете, что это однотипные, да, одноразмерные идут. Ну, там разница, по-моему, только 2, 2, как бы разных типа мешочков она заказала, но разные цвета. То есть мне нужно было одного размера сделать из 4-х или там 5-ти разных цветов, и другого размера точно так же. Вот. Соответственно, это нужно было просчитать по ткани, нужно было выкроить. Причём ещё нюанс такой, что она просила, вы знаете, что бархат, он же ворс, да, и ворс, когда вы его вниз опускаете, он как бы такой белёсый, когда вверх поднимаете, он темнее. И она просила выкроить все мешочки против ворса, то есть чтобы они были все тёмненькие. Вот. В общем, это всё нужно разметить, раскроить, просчитать в голове. В общем, на этот весь раскрой у меня ушло где-то около недели. Вот. Ну, мешочков, вы же понимаете, это не 30 мешочков, это 300 мешочков. Нужно было посчитать. Половина, ну, то есть на что хватает ткани, половина там, ну, допустим, они получились не все по 25, да, допустим, штук там, или по 30. Они получились каких-то 40, каких-то там 48, потому что одной ткани было больше, другой меньше. Я это всё, естественно, оговаривала с ней. Потом, после раскроя я начала уже шить, ну, шить, конечно, быстрее, чем кроить, когда особенно надо всё это просчитывать в мельчайших деталях. Вот. И когда уже я, наверное, две трети я сшила, естественно, на протяжении всей работы я ей засылала отчёты, на каком этапе находится работа, как обстоят дела, когда будет готово. Вот. И где-то, наверное, вот недели, через неделю ещё, то есть от начала, от заключения, так сказать, договора прошло ровно две недели, сделано больше половины. Ну, две трети, может, чуть больше. Вот. Оставалось сделать, наверное, ну, да, где-то мешочков 100 или около 100. И она мне пишет, что она отказывается от заказов. Я вообще не поняла, что это такое, что значит отказывается. На ярмарке мастеров там нельзя отказаться от заказа, то есть ты либо его выполняешь и ждёшь, когда мастер просто закроет его, потому что он выполнен будет, либо просто исчезаешь в неизвестном направлении, и заказ так и висит. И вот у меня так и получилось, что она исчезла в неизвестном направлении. То есть она мне написала в личных сообщениях, что от заказа она отказывается. Типа, я его делаю слишком долго, это несмотря на то, что мы с ней оговаривали сроки, и я предупреждала, что работа займёт не меньше, просто не меньше двух-трёх недель. Это мы с ней обсуждали. Но человек просто исчезает в неизвестном направлении, и я ничего не могу сделать. То есть, естественно, я просто совет хотела спросить, вот как бы вы поступили? На ярмарке мастеров можно написать этому заказчику негативный отзыв. Вообще, стоит ли это делать? Стоит ли портить ему гостевую книгу? Да, или как? Ну, я просто никогда с таким не сталкивалась, никогда меня не кидали вот так вот, да, когда я выполнила работу, а потом мне помахали ручкой и сказали, а нам не нужна ваша работа. Мы нашли другого мастера, который сделал гораздо быстрее. Вот, в общем, просто, ну, была ли такая ситуация у вас, как вы поступили в результате? Если не было, ну, какая-то, может быть, схожая ситуация, как вы поступили? Как бы вы, если бы было такое, как бы вы поступили? Вообще, просто, если вы сторонний наблюдатель и никогда ничего не делали на заказ, вот просто ваше мнение со стороны, как бы вы вышли из этой ситуации? Вот, естественно, я понимаю, еще раз повторюсь, что я не взяла предоплату, сама виновата, виновата, но, во-первых, ярмарка мастеров не предусматривал на тот момент такую функцию предоплата. Вот, это все оговаривается индивидуально. Сейчас они уже усовершенствовались, и там можно брать предоплату. Но вот просто, вот я не понимаю, как так вообще люди поступают? Вот, и куда мне теперь эти 300 мешочков бархатных? Я вот, и ткань испорчена, да, и мешочки, они пошиты по индивидуальным размерам. В общем, я просто в растерянности, у меня целая куча этих мешочков, которые мне не нужны. Заказчик от них отказалась, и куда? Да, я просто вообще, у меня нет слов. Вот, я к вам обращаюсь, посоветуйте, что вообще можно в такой ситуации сделать. И стоит ли мне писать негативный отзыв этому мастеру, как заказчику, или не стоит? Как, в общем, быть в такой ситуации, потому что, потому что я вообще не знаю, как на это реагировать. Никогда с таким не сталкивался, впервые в жизни меня так кинули. В общем, жду ваши советы. Может быть, кто-то сталкивался с таким, может быть, сами были в такой ситуации, то как вы поступили? И я жду ваши комментарии, пишите. Увидимся с вами уже очень-очень скоро. Не скучайте. Скоро весна. Субтитры сделал DimaTorzok